Здравствуйте. Снова на повестке дня Крыма и Днепровская вода, которая до Крыма не доходит. Получается, знаете, как в анекдоте. Куплю билеты и на звук к доктору пойду пешком. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Масса проблем возникает в Херсонской области из-за того, что Днепровская вода до Крыма не доходит. Херсонские фермеры вынуждены платить за себя и из-за того упали. Ну, потому что по части канала все-таки вода идет, а специфика земледелия на юге Украины такова, что без орошения мало что может вырасти. Власти, которые контролируют канал, ту часть, которая до Крыма на территории Херсонской области находится, в очередной раз приняли решение о повышении стоимости этой воды. Фермеры возмутились, обратились к этим властям с призывом, с требованием прекратить ценовой произвол. В итоге нарвались на реакцию Министерства по делам оккупированных территорий. Реакция вылилась в письмо, которое накануне обнародовал бывший народный депутат у Херсонской области, ну а ныне политиммигрант Алексей Журавко. Добрый день, Алексей. Ну, во-первых, поздравляю тебя с тем, что ты завелся в YouTube-канал. Я оставлю ссылку в описании этого видео. Думаю, кому будет интересно, перейдут. И я, честно говоря, не обижусь, а более того, буду даже рад, если мои зрители станут и твоими зрителями, мои подписчики станут и твоими подписчиками. Поговорить я хочу не о твоем YouTube-творчестве, а о документе, который ты опубликовал. Письмо Министерства оккупированных территорий, в котором замминистра рассказывает о проблеме воды для херсонских фермеров, которые эту воду получают из Северокрымского канала. И, главное, рекомендация, которую дает этот заместитель министра Службезопасности Украины, заняться теми фермерами, которые интересуются, почему это вода такая дорогая. Можешь более подробно по этому документу пройтись? Ну, я теперь хочу сказать, это вообще беспредел на сегодняшний день министерства. Понятно, что на сегодняшний день они привлекают СБУ как карательный орган. А фермеры абсолютно правильно задают вопрос, почему сегодня идет такое подорожание воды. А это сказывается непосредственно на сельхозпродукции, которые выращивают фермеры и просто люди. Ну, это беспредел. Ну, вот теперь они тупо, какой бы фермер сегодня плохо начнет говорить, они просто будут их садить под видом сепаратистов или еще чего-то и так далее. То есть идет тупой беспредел. Вот и все. А у них просто баланс не складывается. Вот и все. Вот они вынуждены принять такие меры. Балансы складываются в чем? То есть речь идет о воде в Северокрымском канале, в той его части, которая продолжает действовать на Херсонскую область. Конечно, потому что все затраты на сегодняшний день от того, что он гоняет и сливает тупо в Черное море, они ложатся на кого? Непосредственно на фермеров и на Херсонскую область. Давайте дальше будем как козлов, извини за выражение, брить и все остальное. Вот они бреют фермеров, бреют простых народов, простой народ. Вот и все. Ну, концепция какая? Простой народ способствует Путину, да? То есть люди, когда требуют, чтобы вода стоила адекватных денег, они, получается, льют воду ту самую на мельницу Путина. Потому что в последнее время очень часто заговаривают в русских СМИ, я что-то в русских СМИ особо не слышал, в украинских СМИ заговаривают о воде в Крым и о том, что воду в Крым не дадим ни под каким видом. Но в этом письме тоже говорится, что они не дадут Крыму воду. Вместо того, чтобы договориться с Крымом и получать валюту, либо же рубль получать и компенсировать затраты, они от этого отказываются. А я хочу, чтобы непосредственно фермеры Херсонской области и Украина знали, какая шизофрения и тупость происходят в моей стране. Вот и все. И публикую правду. Ну, это простой экономический закон, да? То есть чем больше производишь, тем дешевле производство единицы продукции. То есть, соответственно, когда миллионы тонн воды гнали на Крым, попутно херсонские фермеры, и не только фермеры, херсонские потребители получали эту воду почти бесплатно. Ну, я бы не сказал, что почти бесплатно, но в данный момент она была все-таки дешевле. Во-вторых, это услуга электроэнергии и так далее, попутных затрат, за которые платили деньги живые в Херсонской области. Это еще дополнительные рабочие места, а они все потеряны. Ну, и получается, что сейчас все затраты по содержанию канала, той части, которая, по крайней мере, действует, они легли на херсонских потребителей. Ну да, на херсонских потребителей. Мало того, с людей делают дураков, и неизвестно куда деньги за эту воду деваются и разворовываются. Мало того. Потому что я даже при сегодняшних затратах не верю, что такая себестоимость воды получается в Херсонской области. То есть себестоимость воды завышена в разы. То есть, будем говорить, они еще и продолжаются. И так бедный народ и население обворованы. Обворовывать и дальше. На круче непомерные цены. Ну, знаешь, я в этом письме не понял нескольких моментов. Я, во-первых, ну, самого главного не понял. А при чем здесь Министерство оккупированных территорий? То есть, где так называемые оккупированные территории и где херсон? Дело в том, что на сегодняшний день Крым они считают оккупированы. Крым они считают оккупированы. Это раз. Второе. Ты знаешь, что у нас есть не Министерство, а Крымская автономная республика созданная. Там есть Крымская прокуратура. Там есть непосредственно на сегодняшний день полиция крымская. А этих же надо горлоедов как-то содержать. Ну, Крымская автономная республика, она прописана в Конституции Украины. Я понимаю, но ее в данный момент нету. Поэтому они называют оккупированной территорией. Поэтому на сегодняшний день в Херсоне существует Крым. Вот они как думают. Ну, в бюджете все заложено. И поставка воды, и того, и этого, и электроэнергия, и так далее. Значит, деньги же куда-то деваются. То есть, ты считаешь, что логично, что это письмо пишет Министерство по делам оккупированных территорий, допустим, Министерство инфраструктуры или какое-то Министерство сельского хозяйства? Ну, конечно. По их логике это логично. По мне это нелогично. Это беспредел. Второй вопрос. Смотри. Судя из письма, люди задают вопрос. Почему вода такая дорогая и просят что-то с этим сделать? Ссылаясь на то, что при такой стоимости воды их труд становится нерентабельным. То есть, их продукция становится неконкурентной с импортной. Ну, в принципе, ни для кого не секрет, что в Украине турецкие помидоры стоят дешевле, чем украинские помидоры. Вместо этого, ну, вместо того, чтобы каким-то образом повлиять на решение этой проблемы, министр поручает провести разъяснительную работу в средствах массовой информации. Что разъяснять надо? Что это самое халва сладкое, а небо синее? Ну, понимаешь, они же думают, что весь народ в Херсонской области тупой. Поэтому фейки и все остальное, они это распространяют. То есть, забивают баки. А на самом деле они не понимают, что народ очень умный, прекрасно понимает, что с ним на самом деле делают. Поэтому, понимаешь, на сегодняшний день они выкатывают якобы на патриотизм. А на самом деле это больно ударит по непосредственно местным жителям и фермерам. Ну, знаешь, судя по результатам голосования на парламентских выборах по Херсонской области, то я бы не сказал, что там народ сильно умный. То есть, мы голосовали во многом за тех, кто этот народ последние шесть лет обирал. Ну, давай будем говорить всему свое время. И я верю в справедливость и верю, что ударят очень сильно им по зубам. Вот такое издевательство не только над собственным народом, но и над крымским народом. Потому как вот это письмо говорит, что в Украине идет тотальный геноцид и тотальный фашизм. Ну, вот, хорошо. Последний пункт, который мне непонятен. Последний пункт этого письма. Замминистра обращается в СБУ с тем, чтобы СБУшники выявили фермеров и провели с ними работу. Это как, понимаете? Я считаю, что это противозаконно. Противозаконные действия – это раз. Второе. Ты же понимаешь, что сегодня СБУ – это карательный орган. Он не расследует преступления, будем говорить так, с наркотиками, с, будем говорить, контрабандой. То, что касается непосредственно ихних полномочий. Это непосредственно безопасность государства. Они сегодня стали субъектом, карателем. Поэтому как заглушить это недовольствие? Ну, вот и направляют на сегодняшний момент СБУ. А как учителей сегодня задерживают? А как сегодня закрывают школы? Те, которые пропагандируют музыку Чайковского и еще кого-то. Вот это такой же самый пример. Легче всего Дула поставить перед виском и сказать, либо ты молчишь, вот тебе воспитательная работа, ты с этим согласен. Ну, теперь и мы чьи. Вот что на самом деле происходит. Кстати, СБУ в Херсонской области не привлекают для агитации за правильных кандидатов на местных выборах? Ну, там в областной совет, в мэры крупных городов или не крупных городов, в районах. Ну, я насколько знаю, что во всех городах СБУ участвует в выборах. И каждая СБУ пытается своего, как говорится, впихнуть и засунуть в выборах. А свой это кто? Ну, это кто, который депутат будет выполнять все прихоти СБУ и стучать в первую очередь. Вот и все. Сейчас депутатов нормально. Подписанный сотрудник. То есть подписанный сотрудник, да, сотрудник, у которого есть расписка о сотрудничестве, да. Типа того же Пинчука, который подписывал соглашение с КГБ еще, а потом против боролся и так далее, да. Типа Гордона. Ясно. Чем это закончится, вот борьба фермеров за воду? Плохо очень закончится. Либо народ будет бросать фермерские хозяйства. Это раз. Второе. Села вообще прекратят свое существование. Ну, а потом это скажется на самой Херсонской губернии. Будем говорить так. Опустошение. Или что, Саудовская Аравия, Катары и прочие охотничества украинской землей не скупят херсонскую землю? Нет. В таких условиях ни один инвестор не будет работать. Рано или поздно все эти их штучки-дрючки выходят боком. А когда оно выходит боком, и инвесторы узнают о таком тотальном давлении и беспределе, то никакой инвестор не зайдет. Мне кажется, что ты здесь ошибаешься. Для того, тот же Катар принял программу развития сельского хозяйства своего собственного. По этой программе там миллионы тонн чернозема они планируют завести в свою пустыню и там развивать свое сельское хозяйство. Это у них, но это не у нас. Мы разные люди. Да, это у них. Но чернозем где-то взять надо. Купили украинскую землю, врезали чернозем, вывезли. Значит, доберемся и до чернозема. Будут вывозить чернозем. Как этому противодействовать? Народ должен не спать, не разговаривать в кухнях, а уже выходить в Киев. Еще проблемы только впереди. И в этом во всем ужасе виновата сегодняшняя украинская власть, соросята и те, кто сегодня управляет страной. Субтитры создавал DimaTorzok